Тема моего выступления звучит как реализация активности проекта Stanford на уроках в индивидуальном проекте. На самом деле мы с Аленой долго переписывались, перезванивались по поводу конференции, темы выступления. И меня что-то пиктовало, предлагало, но в конечном счете получилось такое название. И оно чуть-чуть мое не по рифмике, но оно совершенно точно попало в этот смысл, который я хотела бы сегодня отразить, рассказать. Поэтому я за это Алене очень благодарна, что именно с такой темой я стартую сегодня. Вообще активность – это именно то, чего нам сейчас не хватает. Мы живем в ситуации постоянных вымысленных ограничений. Сюда не ходи, там не стои, здесь не беши, тут не кашни. Ну и нам и взрослым-то от этого достаточно тошмекненько, что говорить про детей, которым в принципе сложно объяснить, почему это нельзя и сиди на попе ровно. И это при том, что активность – это один из признаков жизни. Я сегодня реально в очередной раз кайфую от Stanford в том плане, что есть активность. Вот каждый по-своему, но вот мы все говорим про одно и то же. Мы говорим про некую деятельность и в первую очередь на мозговую деятельность, мозговую активность, которая как бы рулит всем прочим. Ну и собственно как выкручиваться, что нужно искать. Понятно, что нужно искать новые ресурсы, новые схемы, новые возможности. Вот. Правда, в наших реалиях, да, получается, при старых технологиях и методиках. Можете меня спокойно забросать там помидорами, яйцами, благо, ты сам, через экран мало чего прилетит. Вот. Но к новым реалям не готов никто. Вот. Ну, абсолютно никто. Я с каждого утюга слышу, что бедные дети, они вынуждены часами сидеть за компьютером. Вот. Так учиться невозможно. Вот. И так далее. Вот. То есть хочется спросить, да вы что? То есть вот 20 часов сидеть в компьютерные игры или по листам Инстаграма, они могут. Это вот, ну, это нормально, да? А учиться не могут. Вот. Если детям надо перепрошить свой айфон, они весь интернет перевернут, но найдут, как это сделать, даже будучи там в пятом классе, не знакомы вообще там ни с какими технологиями. Но при этом задания в электронном дневнике они не нашли, им сложно, там же прямо строчечка есть, да, вот для особо одаренных там датка указана, домашнее задание вместо кривых ручек написано печатными буквами, вот. Но это им сложно. Вот. А сложно потому, что так считают родители. И большая часть взрослых тоже так считает. Я как работающая мама, да, тоже душусь, когда там помимо своей работы надо вообще там заниматься детьми, что-то помогать. А я вообще, я устала. Вот. И родителям можно понять, им тоже тяжело. И вот это вот такое вот условие вот этой вот постоянной вот усталости, какого-то вот этого вот дистанта и вот захватывающего вот этого вот такого некого болотца, значит, всех можно понять. Вот. И мне всегда так бывает обидно про учителей, что вот учителя никто понять не хочет. А задача перед учителем стоит вот в рамках того, с чем я бы хотела высадить, да, это преподавание нового предмета. Его вот еще два года назад вообще не было. Его даже в проекте не было. А теперь он есть. Вот. Но при этом условия, в которых находится учитель, да, который является там мамой, папой, бабушкой, дедушкой, у которого еще целая куча никаких проблем, и он не семи пядей в волгу, да, и не является там этим разработчиком, и не может вот в онлайн-пространстве, главное, как рыба. Значит, программы сверху нет, содержания, собственно, предмета нет, методических учебников рекомендаций нет, ученикам, ну, как бы до этого предмета до лампочки, учителя в пространстве, потому что непонятно, чем наполнять, да, контент, собственно, этого предмета, а стандарты выполнить надо. Вот. И возникает такая вот очень интересная ситуация. Ну, для меня учителя это всегда были такое некое скопление атомов и молекул, которые постоянно что-то продуцируют. Вот у них мозговая активность постоянно работает реально в режиме штура. Наверное, у меня уже был учитель ночью, он расскажет и про свой урок, и еще про все остальные, и про материал. И вот эти люди, они постоянно продуцируют, причем у каждого учителя, с которым я так или иначе сталкивалась, да, это такое вот некое, ну, в разной степени, но критерии вот, что это должно быть интересно, научно, проверено, доступно, вариативно, потому что для меня уже не новел класс, значит, у многих это реально работает. И вот спасибо Stanford за то, что мы работать с данной платформой начали раньше, чем на меня повесили радость нового предмета. Как бы у меня была такая подушка безопасности, да, как вариант наполнения содержания данного предмета в соответствии с вышеуказанными критериями. Вот. Перед вами, да, на экране, это кусочек тематического планирования, значит, вот, собственно, этого предмета индивидуальный проект. Значит, тема, вот, учебный проект и определение темы проекта, да, мы делали через сайт, мы смотрели на те темы, да, анализировали их, темы курсов, проектов, которые есть на платформе. Детям, да и учителям, вот, процентов, наверное, 98-8 процентов, придумать с ним темы, вот, про это, да, Сергей Ерешов тоже говорил, в рамках проектной деятельности бывает достаточно сложно. Но посмотреть, как бы, на сферы своих интересов, вот, через уже существующие темы курсов, темы проектов, темы экспериментов, как бы, это уже можно. У нас, опять-таки, вот, вариант, я не знаю, согласоваться со мной, не согласоваться с учителем, но я считаю, что отчасти, да, вот, в такой ситуации тоже виноваты родители. То есть мы не даем ребенку самому решать, родители определять, какие секции у них ребенок, в какой садик пойдет, как у школы закончат. 80 процентов, если спросите детей, как бы, в какой вуз, вот, что определило, в какой вуз они пойдут, это все равно будут родители. Мы требуем каких-то оценок от детей, да, в соответствии с какими-то нашими представлениями, вот, а потом удивляемся, что вот наш ребенок ничего выбрать не может, не будет, не будет, не будет, не будет, а потом и так далее. И вот через анализ уже существующих тем, уже существующих курсов, себинаров, через то, что ребенку понравилось, он тоже смотрит вообще, вот, да, и, собственно, на судковые ориентации, что у него получается, что ему интересно, как бы, ну, почему душа не лежит. И пробуют уже формулировать какие-то свои темы, над чем бы он хотел поработать уже на своих проектных исследовательских вариантах в рамках неурочных, в том числе и деятельностей. Следующее занятие у нас посвящено этапам работы над проектом. При этом мы регистрируемся на проект на Стэнфорде, смотрим ближайшие два этапа. Этапы проектов очень похожи. Вот учимся анализировать их структуру, целесообразность, смотрим последовательность этапов, смотрим общий алгоритм работы и учимся выводить некий общий, да, почему именно так, почему нельзя по-другому, почему нельзя этапы проектов неизвестить. И через это проходим к методам исследований. Вот под методы исследований достаточно много у нас отведено вообще занятий, потому что такая тема, достаточно благодарный методов достаточно много. Дети проходят различные курсы, различные эксперименты, вебинары смотрят и выписывая те методы, которые используются в данных элементах, да, они анализируют, почему именно эти методы были выбраны, почему вот не другие. Одним из последних это, собственно, завершение этого дистанционного эксперимента, да, опять-таки мы смотрим и анализируем, вот почему нельзя было заменить методы исследований. Может быть это не очень логично, потому что во всех методичках, которые у меня встречались, да, и в рамках учения в аспирантуре, и в рамках, собственно, уже подготовки к предметам, и в рамках работы во внеурочной деятельности написано, что сначала надо определить систему, поставить цели, задачи, выбрать метод. Ко человеку, ребенку, который никогда не занимался проектом детства, который не представляет, что это такое, самому все это провернуть. И у нас еще одна очень большая ошибка учителей, когда многие учителя, вот он пришел к какой-то теме, да, определились, поставили вместо ученика цели, поставили задачи. А опять получается, что это не про ученика. И мы удивляемся, а почему он не хочет этим заниматься, не хочет выполнять данный проект, так это не он ставил цели. А когда вот он понимает, да, вот анализирует вот эти вот курсы, собственно, что вот тем равно цели, собственно, чем мы в конце курса добились или в конце эксперимента, или почему задачи равно этапам исследований, почему нельзя поменять задачи так же, как этапы не ставлю. И он приучается вот как бы к мысли, что методы это не просто так, да, какие-то там заумные слова, которые там учитель в начале произнес, и как бы ничего с ним делать непонятно, а он понимает, что это инструменты, которые помогают обратно-то перепрыгивать со ступеньки на ступеньку вверх по дороге к цели, и тогда ученик более смысленно подходит к процессу. То есть вот я действительно вот увидев, пробировав, да, вот в прошлом году вот такой вариант действия с курсами платформы Стэнфорд, я не ожидала, что я увижу от детей, вот это было в 10 классе, я увижу детей к 11 классу, дети научатся самостоятельно думать, самостоятельно ставить цели, задачи, и меня реально, вот это греет, это вот то тепло, которое действительно начало развиваться, когда я увидела, вот что не пропадает это даром, и это их, это присвоено, этот опыт. Дальше идет более глубокая проработка, собственно, вот этих вот курсов, экспериментов, да, которые мы тоже используем в этом предмете, что, как бы, было предложено. Детям было предложено пройти дистанционный эксперимент по инкрионам в обувку, значит, но перед этим им было предложено прорешать три курса, да, вот на слайде видно, это курс чистокомната, мирмолекулярный аспектроскопий и новый горизонтокомпьютер. Вот, а в качестве домашнего задания, оно как раз было растянуто во времени, потому что было дано вместе с курсами, но сдавалось они, сдавалось домашнее задание уже после дистанционного эксперимента. Домашнее задание заключало следующее. Нужно было составить схему подготовки, проведения эксперимента непосредственно, вот пока шел этот эксперимент, и составить схему использования информации, полученной на курс. Вот, обычно мы даем домашнее задание жестко привязанным в направлении куроку к теме, поэтому такой вариант, вот, честно говоря, да, не все дети приняли и оценили сначала, им было очень тяжело. Если первый пункт они выполнили довольно легко, то есть по ходу эксперимента все записали, где-то что-то подловили, пообщались, выполнили. То со вторым заданием была проблема. Это как раз еще один минус, ну, наверное, нашей системы, может, нашей школьной системы, потому что мы так много в последнее время говорим о метапредметности, коллеги сегодня из различных предпринимательских, технологических сфер, изучительской сферы, они все говорили о метапредметности. Но, действительно, мало кто из учителей реально ее демонстрирует. У нас, получается, физика у нас сама по себе, Кушкин на литературе сам по себе, а технология вообще отдельная, и это не предмет. Ну, вот такая вот ситуация. И вот не с первого раза десятипластники ловили, вот, действительно, зачем они проходили курсы, зачем нужна информация, все, что они проходили до этого по физике, химии, даже по информатике, да, вот на предмете индивидуальный проект, который мы вообще за предметом не считали. Вот, но в результате, как бы, вот, табличка, да, схема, которая представлена на слайде, она отражает те знания, умения, навыки, да, здесь можно в очередной раз забросать меня камнями, но сейчас очень вот это вот навязано, да, всеми методистами УД, я вот не понимаю вот этих вот слов по три буквы, поэтому для меня вот конкретно вот слова, с которыми стоят смысл, да, вот эти вот, собственно, те знания, которые мы набрали. Действительно много знаний, особенно есть случаи, что у нас один профиль физико-технологический, то есть у нас, как бы, на физике, информатике, математике, это три предмета, которые у нас профильные в старшей школе, дети через эти курсы, через вот эти вот прохождения этих экспериментов, они закрепили эти знания, они отработали умения и наблюдений, и схематизации, и много чего, и в том числе наработали огромное количество навыков. В ходе вот этого вот такого, ну, экспериментального, скажем, варианта. Значит, и вот такой, да, комбинированный подход, да, он дал свои результаты и умения, как бы, которые вот они выразили, в частности, вот, в схематизации процесса, который вот им было предложено, в слайде вы видите примеры детских работ. То есть это без помощи учителя. У нас и учителя-то, да, и у нас вообще со схематизацией достаточно сложно, у нас не все умеют этим заняться, и учителей-то это проблема, а у детей огромная проблема со схематизировать, то есть представить систематизировать все знания, которые им даются, и поэтому я считаю, что вот благодаря такому подходу, как бы, вот, удалось решить огромную вот эту вот проблему за схематизацию и выстроить действительно системность всей школьной информации, которую дети, вот, приобретают на других уроках, в санках этого предмета, благодаря курсу. Вот, ну и, собственно, как бы, таким образом, да, наполнять, вот, содержимый новый предмет, да, используя ресурсы Stanford действительно стал возможным, вот, у меня на сегодня все, если есть тоже какие-то вопросы, с удовольствием отвечу, или здесь в режиме онлайн, или по контактам указывать, значит, на слайде, надеюсь, презентация будет скинута, вот, мне очень приятно было опять пообщаться с единомышленниками. Продолжение следует...